Приведущий оратор говорил о необходимости создания программы по борьбе с остальением. Я хочу сказать, что в 1984 году в Советском Союзе такая программа была. Было привлечено порядка 100 отраслевых институтов, чтобы написать программу по увеличению продолжительности жизни. Потом наступил 1985 год и эта программа была забыта. Прошло 30 лет и ничего не сделано. Сделано, точнее, крайне мало. И вот нужно учесть исторический опыт. Когда что-то изобреталось, например, пересадка печени была сделана в Советском Союзе первый раз в 40-е годы, а второй раз в 80-е. И потом изобретение забывалось. И вот сейчас для нас жизненно важно не забывать изобретение и, мало того, целенаправленно достигать необходимых научных результатов. Необходимых научных результатов в радикальном продлении жизни человека. Но, тем не менее, жизнь такова, что люди на сегодняшний день... Нету технологий радикального продления жизни. Их только предстоит создать. И так получается, что люди умирают. Есть действие, лучшее действие в худших обстоятельствах, лучшее действие в смерти. Это крио-сохранение умерших. Я хочу передать слово директору компании Крио Рус, которая занимается самым благородным делом. Это борьбой за жизнь во что бы то ни стало. Это борьбой со смертью. Я передаю слово Валерии Прайд. Большое спасибо. Но можно шаг назад? Я хотела поговорить о трансгуманизме. Но о крионике обязательно скажу. Хотя здесь есть сегодня специалист. Лучший в мире, наверное, специалист в этой области, который я попозже приглашу. Я хочу напомнить, что этот митинг был организован российским трансгуманистическим движением, общественной организацией при поддержке фонда Михаила Александровича Батина, который называется «Наука за продление жизни». Что такое трансгуманизм? Трансгуманизм – это мечта. Это когда человек хочет стать чем-то больше, чем он есть. И жить дольше, стать умнее, жить в безопасном мире, познать Вселенную, познать ее законы, создать новые Вселенные и так далее. Это та мечта, которая была мечтой тысячелетия и сейчас становится. Пусть в небольшой степени, но реальностью. Поэтому то, о чем мы говорим сегодня, продление жизни – это база. База, на которой мы можем стать умнее. Мы можем долететь до Марса, может быть. А может быть, до Проксима Центавра. А может быть, другие галактики. Но в основе этого – это и продление жизни тоже. Нельзя улететь, будучи мертвым. Нельзя познать законы неветомой физики, умерем, к сожалению. Хочу сказать, что этот митинг самый-самый первый. Нам казалось очень долгое время странно выйти на улицу и сказать вслух о наших взглядах. Мы писали, разговаривали, убеждали. И вдруг неожиданно мы поняли, что общество интересуется всем этим. Мы с удивлением буквально в последний месяц узнали, что нас поддерживают многие уже депутаты, политики, писатели. Мы не многих могли сюда пригласить, потому что первый раз, не знаем еще как. Но тем не менее, спасибо тем, кто пришел сюда. Спасибо тем, кто приехал издалека. И я хочу сказать, что меня представили как директора карьеры. Вообще, это моя общественная нагрузка такая. Я член Координационного совета российского трансгомансического движения. Это то, чему я отдаю свою жизнь и считаю, что это очень-очень важно. Но, к сожалению, как сегодня в самом начале сказали, ежедневно, это страшно представить, около двухсот тысяч людей умирает по разным причинам. Половина примерно от старости умирает. Остальные причины – это смерть, болезни, травмы и так далее. А что нам делать? Что делать человеку, который может умереть завтра, послезавтра? На данный момент не так уж много он может сделать. Наш писатель Никонов сегодня сказал, что он может сделать. Оставить после себя память, эпитафию. Назвать проход своим именем. Написать книги. Но это так, столь малый средств личности, что многим людям хотелось бы жить в полной мере в будущем. На данный момент есть еще такие очень радикальные идеи. Это загрузка в компьютер. Но никто не знает, будет ли этот человек жив или нет. Пока это еще обсуждают философы. В то же время есть крохотная надежда сохранить человека с помощью креоники. И я согласилась возглавить это направление в 2008 году. Хотя в России креоника существует 2003 года. И до сих пор наши пациенты хранятся и никуда не ливаются. Будем стоять до конца. Либо до конца тивилизации, либо до совершения технологий. И еще насчет эпитафии. Эпитафию я тоже знаю и люблю. Одну единственную, древнегреческую. Она состоит из одного слова. Зачем? Я хочу сказать, нам не надо умирать. Нам надо бороться за жизнь до конца. И сейчас я хочу передать сразу же свой микрофон удивительному человеку. Его зовут Юрий Пичукин. Это уникальный специалист. Единственный, может быть, в мире самый лучший специалист по нейрокреобиологии. Ученый со стажем 40 лет. Фактически уникальный человек, который приехал к нам в Россию поднимать эту новую отрасль. Приехайте, пожалуйста, Юрия Пичукина. Здравствуйте, граждане и господа. К сожалению, Юрий Пичукин настолько занят, что он послал свою цифровую копию зачитать его речь. Чтоб меня не путали с ним, смотрите, я читаю бумажки. Он занят проведением экспериментов. Мы уверены, что обязательно наступит время, когда наука настолько глубоко познает биологическую организацию человека, что сможет непосредственно и радикально управлять ею. Человек не будет ни болеть, ни стареть. Он будет жить столько, сколько он захочет. Но когда жить до этого времени, если оно, может быть, наступит не раньше 40, а, может быть, и 140 лет? Только кривоника может дать живущим сейчас людям шанс на бессмертие. Сохранить их тела для будущего оживления и преобразования в бессмертных существ, которые будут обладать сверхчеловеческим совершенством. Поэтому в настоящее время кривоника должна стать основным направлением в системе современного научного иммортализма. Современные достижения науки и техники позволяют достичь почти 100% выживаемости клеток мозга после его кривоконсервирования. Однако основные средства тратятся человечеством на военные цели или на развлечения, но не на спасение людей от смерти. Развитие общественного сознания очень отстает от бурного развития научно-технического прогресса. Поэтому большинство людей имеет очень смутное представление о кривонике. Вы знаете, что только кривоника может дать шанс на физическое бессмертие уже живущим ныне людям. Мы не хотим ничего приукрашивать. Речь идет именно только о шансе, как о вероятной возможности, а не как о гарантии. Но лишь путем кривонической остановки процессов умирания организма человека, юридически объявленного умершим, и сохранение его тела в жидком азоте, этот человек может попасть в то светлое будущее вечной молодости и счастья. Подумайте, нам посчастливилось жить в то время, когда мы можем иметь реальный шанс на практически неограниченную свободу. Такую свободу нам может дать нанотехнология не в далеком будущем. И только кривоника может дать нам уже сейчас реальный шанс сохраниться для нанотехнологического будущего неограниченной свободы. Спасибо за внимание. Спасибо.